9 мая в России отмечается один из главных праздников страны. День, когда закончилась самая жестокая и кровопролитная война. 76-ю годовщину победы над фашистской Германией отмечали во всех уголках страны. Подробнее о том, как прошел этот день в Десногорске, далее в сюжете. Начало праздничного мероприятия было положено на Кургане Славы. Здесь состоялся торжественный митинг, посвященный тем людям, чьи усилия и мужество привели нашу страну к победе. В начале мероприятия по площади у подножья Вечного огня прошествовали ветераны Военно-морского флота и Вооруженных сил России. Главными гостями митинга стали ветераны Великой Отечественной войны Октябрина Каноненко и Александр Четверяков. Со словами благодарности героям войны обратился глава муниципального образования города Десногорск, подполковник запаса Андрей Шубин. Вы остаетесь для нас поколением победителей, смелых и мужественных, горячо любивших свое Отечество. Проходит десятилетие, меняется поколение, но память о Великой Победе остается в наших сердцах. Вы герои, подарившие нам свободу и независимость. Сегодня наш священный долг – помнить об этом. Теплые слова в адрес ветеранов города также прозвучали и от депутата Смоленской областной думы, директора акционерного общества «Атомтранс» Михаила Лосенко. От имени Смоленской областной думы, от себя лично, я сердечно поздравляю вас с великим, светлым, святым праздником День Победы. Мы склоняем сегодня головы перед павшим в этой страхной, несправедливой войне. Низкий поклон ветеранов. Именно вы ковали нашу победу. К участникам митинга обратился директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский. Он призвал помнить о тяжелых годах войны и о подвиге, который совершил наш народ как на поле боя, так и в тылу. К сожалению, мало ветеранов остается, этих живых страниц истории, но у нас есть память. И благодаря этой памяти мы будем помнить и чтить подвиг тех, кто дал возможность нам жить под мирным делом. После минуты молчания первые лица города и жители Десногорска поднялись на вершину кургана. Там, в память о павших воинах, они возложили цветы и венки к вечному огню. Также на кургане славы финишировал веломарафон «Вязьма-Десногорск». Участники заезда пробыли в дороге четыре дня. По пути они останавливались в местах боевой славы и возлагали к местам памяти цветы. Мы этот велопробег посвящаем памяти воинов-освободителей, которые дали нам шанс жить в этой стране, в этой… в мире, жить в мире или на земле. По окончании торжественного митинга праздничные мероприятия продолжались по всему городу. На концертной площадке кургана славы выступили профессиональный певческий коллектив арт-группы «Смоленские мужики» и ансамбль «Алатырь». Чем подарочки носить, лучше бы в аренке пошить, в аренке давали, в аренке, в аренке, в аренке, в аренке, в аренке, в аренке, в аренке. Масштабная интерактивная зона под названием «Перрон Победы» была организована у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Кроме выступления творческих коллективов профсоюзной организации «Смоленской АЭС», праздничная программа включала ряд патриотических мероприятий. Здесь также был организован музей под открытым небом, тематическая фотозона и конкурс рисунков на асфальте. А когда стемнело, жители и гости города приняли участие во флешмобе «Фонарики Победы», который прошел на площади у центральной эстрады. В честь героев Великой Отечественной войны все присутствующие зажгли фонарики и экраны своих мобильных телефонов, посоздав этим подобие звездного неба. А кульминацией праздника Великой Победы стал грандиозный салют.